Всем привет, дорогие друзья! Мы решили снять второй видеоответ, потому что мы не ожидали, что первые видеоответы на вопросы вы настолько тепло восприняете, как бы все посмотрите, и всем вам очень понравится, несмотря на то, что мы там болтали 40 минут. И уже буквально за пару недель вы накидали уже кучу новых вопросов, что оставлять это все было нельзя, и надо было снимать уже второй. Первое, о чем хотелось бы сказать, то что теперь на сайте голосование, скажем так, не ограничено количеством голосов. То есть, раньше у вас было 5 голосов на все песни, теперь у вас на каждую песню есть по одному голосу. Вы можете голосовать хоть за все песни, существующие в этом долбанном мире, по одному голосу. Пожалуйста, ваша воля, ваше желание, действуйте. Да, также, ребят, кто из вас не сидит в группе ВКонтакте, заходите туда, потому что мы очень часто посещаем какие-то концепты, музыкальные события, и мы всегда об этом заранее сообщаем, естественно, нас там можно встретить, поболтать с нами, там, не знаю, что-нибудь спросить лично. Вот, и потусоваться с нами, да, посмотри, как мы все это делаем, снимаем, как Дэн пристает к людям всяким разным. Вот, за кулисы не поведем, простите, это был бы наглос нашей стороны по отношению к музыкантам, которые нас приглашают. Да, вот, и также у нас сейчас прям стабилизировались съемки, у нас очень много сейчас будет выходить. Стабилизировались съемки, вот, сейчас будет выходить много выпусков, мы сейчас пустим на потоку motions, мы над этим работаем, то есть буквально там через несколько недель он будет практически постоянно выходить каждую неделю. У нас сейчас в гости к нам приедет очень много музыкантов, мы проводим встречи, мастер-классы, тоже все это в группе. Следите, не пропустите. Это, наверное, самые-таки основные новости, у нас есть еще небольшие планы на 2014 год, но об этом пока, я думаю, рано. Теперь давайте, наверное, приступим сразу же к вопросам. Как же наши планы 2015-й? Они подожжут, они, подожди. У нас есть планы на 2014 год, я не знаю. Первый вопрос с Ютуба из прошлых видеоответов. Олег Кшелкв. В смысле, он же идет. А ты хитер, я смотрю. Давай. Хитер. Ты в контакте хорошо смотри. Окей. Ну так вот, Олег Кшелкв. А я прочитал. А я прочитал фамилию. Как вы относитесь к Нику Черникову, будете ли вы с ним сотрудничать, либо выпускать совместные песни. Я не знаю, кто это. Я знаю, кто это, но он нам не звонил. Я тоже знаю, кто это, и мы с ним поссорились. Потом он еще не звонил, а мы с ним уже поссорились. Понятно, Дэнчик, ты занимаешься в свободное время. Ссориться с Ником Черниковым. Может, и с Хованским тогда уж там... С Хованским я не хочу ссориться, это опасно. Да, есть такое. Из контакта Андрея Атришко. Атришко? 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 Атришко. Меня плохо смотрели, ребята, как всегда, да. Ребят, как вы относитесь к курению и алкоголю, и курит ли кто из вас? Ну и, соответственно, я думаю, бухает ли кто из нас? Ты сейчас на меня так посмотрела, ты че, я должна была ответить сейчас? Он набухает на меня, да, очень забавно. То есть, куришь ты, бухаю. Хорошо, я первое отвечу. Я не курю и не пью, и никогда не курина, было дело выпивала, но сейчас я вообще не курю и не пью. Но это не то, что я за здоровый образ жизни не так, просто вот... Да, она бухает. Она делает все остальное, то есть она не курит и не пьет, но никто не отрицал остальных факторов. Нет, на самом деле, если ты скрип и негативно относишься к алкоголю, как бы не то, что прям, да, естественно, прям ни капли в рот. Бывает, отмечаем что-нибудь, но как бы в целом... А что ты не продолжил? В истории, что ты не продолжил эту фразу, ни капли в рот. Давай, твой ответ. Что могу сказать? Я не курю, бывает, выпиваю, случается, да, но как бы все в пределах разума. На самом деле, у нас был такой перевод в Монике, может, многие из вас не в курсе, наверное, вряд ли, но в то время реально, как бы, то есть Дэн пил просто крайне мало по отношению, то есть мы там со скрипой могли где-то выпить, там прийти где-то посидеть, там взять себе что-то, не знаю, там пиво, какой-нибудь коктейль. Дэн вообще не пил, при этом у него была репутация такого самого просто пьяного человека, самого такого ярого алкаша в Монике, не знаю из чего. Вот, но у меня отношение к алкоголю хорошее, я три года отработал барменом, я очень люблю хороший алкоголь, виски, коньяк, что-нибудь такое стоящее, односолодовое, виски пью всегда чистые, даже безо льда. Курению, ну, я курю, да, не секрет, я не курил долгое время, просил, но потом как-то. Вот, и также люблю сигары, я как-то об этом говорил, так что у меня вот такое соотношение, соотношение алкоголя с курением. Да. Ох, ну, значит, два вопроса дальше у нас следует от Salimsa10. Планируются ли разборы трудных партий, особенно на электрогитару, специально для этого инструмента, как-никак? Например, как у Зака Вайлда, это первый вопрос. Вообще, да, у нас есть такие планы, просто мы немножко не знаем, как это реализовать, потому что, понимаете, допустим, в топе на сайте висит разбор на Чака Берри, Джонни Бигут, но поймите, что такой разбор будет идти минут сорок, если не больше. То есть, насколько объяснять все долго в сети. То есть, надо самому подготовиться, это все технику отработать и прочее. Как бы мы думаем... Ну, это Кирилл, соответственно. Да, это Кирилл. У нас есть такие планы, но мы пока не до конца продумали, как это грамотно реализовать, вот, поэтому не сейчас. У нас сейчас забиты кучи другими проектами, с которыми мы сейчас очень активно работаем. Да, и второй вопрос, на какие группы хочет равняться ваша группа? Ну, не на какие. Может быть, имеется в виду предпочтение или как-то... Ну, Cold Rain, да. Ну, Cold Rain, да, если речь идет о Скарсайде, в плане качества исполнения и звука, это, конечно, Cold Rain, да, звучание. И качество исполнения, потому что у японцев, они у них очень все настолько точено, отработано, что прям даже американцам фору дадут серьезно. Собственно говоря, вы не зря постоянно слышите именно такие Cold Rain в наших выпусках. Да, потому что мы очень уважаем эту группу. Надеемся, они когда-нибудь придут на англость. Надеемся сходить на их концерт, я, например. Когда они приедут в Россию, да. Так, что у нас дальше с вопросами? Хотим больше разборов, та-та-та. Дмитрий Игнатов, вот такой вот незатейливый вопрос. Есть ли смысл предлагать не мейнстриновые, но довольно хорошие, подходящие, на мой взгляд, песни для разборов? Я думаю, как бы, есть смысл предлагать что угодно. Я не вижу каких-то причин ограничивать в выборе песен на разбор. Мы в любом случае, естественно, мы не успеваем разбирать все, хотя сейчас, возможно, мы будем делать немножко больше разборов, чем раньше. И, как бы, соответственно, мы будем как-то чередовать какие-то сложные, такие популяризированные песни, какие-то интересные, качественные, но при этом менее известные. Что-нибудь еще у тебя есть? Ну, тут не совсем вопрос и не совсем вовремя. Может, его и не стоит тогда зачитать? Ну, тем не менее, я зачитаю, но это забавно, забавно. Ник Рус пишет очень длинное сообщение. Привет, ребята, очень восхищаюсь вашим творчеством, особенно восхищаюсь Наташей. О-о-о! Наташей. Ребят, так как я... Почему? Так как я ваш фанат... Таксим у Ютуба. Среди гитаристов. Окей. Окей, да. Допустим. Так как я ваш фанат, я был бы очень рад получить от вас поздравление с днем рождения, 23 ноября. Познавато, конечно. Познавато. Да, учитывая, что сегодня уже... 25-е, уже 25-е число. Я буду очень рад, если поздравите меня, я буду просто прыгать от счастья, меня зовут Макс. Макс, в общем, 500 рублей, киви-кошелек будет в описании. Нет, я, конечно же, шучу. С днем рождения. Да, удачи тебе. Прошедше. Во всем. Больше секса, больше угара, не знаю, энергии, как бы, чтобы жизнь была полноценной, музыки, соответственно. Окей. Я согласна. Всего этого только в 10 раз больше, как бы, да. И что самое главное, угадайте, что ему обещала Скрипа? Что ему обещала Скрипа? Не подглядывайте. Не подглядывайте. Я его обещала. Ты ему что-то обещала. Не подглядывайте. Что это вопрос от Дэна, мне страшно предположить. Я не знаю, я не помню, что я кому обещал. Обещание надо выполнять. Читай уже. Это я там писала, точно? Не ты там написал от моего лица? Действительно, я твоего лица написал сейчас с твоего контакта, наверное. Да, у нас просто к Твиттеру и к Ютубу есть доступ у всех троих, естественно, и поэтому в комментариях могут ответить и те, и те, и мы... Кто увидит, то забудет. Я не подписываюсь, потому что всегда ставлю трое точие, понятно, когда я отвечаю. Я не знаю, кто на это будешь вообще сейчас. Давай читай. В общем, он просит, чтобы ты передала ему привет, потому что обещала. Привет! Сегодняшнего всего. Да, и стоило ради этого тянуть время. Пипец. Ну а что, интрига? Так, я нечаянно обрезал Дима. Кого? Ты обрезал Диму? А, Дима, прости, Дима, прости. Тебя обрезали. Тебя только что официально обрезали. Андрей Тищев спрашивает, какой фирмы моя гитара. Ребят, вот это на самом деле частые вопросы, там, какая гитара, что за гитара, что за рукулели. Ребят, мы для этого специально, у нас есть титры, где мы все пишем, то есть написано Томас Перри и написано вот так, Крафтер, такая-то модель. Написано скрипа, написано там Флай, такая-то модель. Написано укулель, там. То есть, по поводу гитары, это все написано вот там. И давай я сразу прочитаю еще один вопрос, пока ты там ищешь. А Дмитрий Рогачев спрашивает, назовите пять лучших групп для вас. Начинай скрип. А че я-то? А че ты-то? Ладно, я тогда начну. Если честно, мне всегда было очень трудно отвечать на вопрос касаемо любимой какой-то группы или любимой песни, когда я там слушаю их огромное количество. Вообще, по-хорошему, ну, не знаю, у кого, у меня такая вот ситуация, что есть какой-то определенный период. То есть, у меня есть любимые группы, но, допустим, вот в этот период мне вот особенно нравится именно эта группа. И вот остальные как-то уходят на второй план, мне не хочется их слушать и так далее. В другой период это другая группа. Не знаю, это сложно. Я и могу их назвать. Ну, допустим, пусть будет хорошо. Пусть из старой классики, я очень люблю в Монжове, из современных, там, японская музыка, Cold Rain, Uber World. Что-то там еще. One of Rock. А, ты правильно прояснилась. One of Rock, да. Я раньше говорил, One of Rock, она меня пилила за это. Тяжело. Ну, конечно, топские группы, там, LinkedIn Park, всякие сочи саканс тумас, Гудшава в свое время очень любил, Блинов очень любил в свое время. Даже не знаю. То есть, я сейчас даже не вспомню. Их правда очень много. Не, ну, давай скрипывай уже еще. Ну, мне тоже очень тяжело, потому что я слушаю, очень много музыки. Ой. Ну, и зарубежных, и японских, я вообще молчу, там, все хорошо. А из русских могу выделить, пожалуй, Animal Jazz и Земфиру. Да, остальное я как-то пока не могу сейчас вспомнить. А, ну, естественно, вы прекрасно знаете, что я являюсь покойником группы Тараканы. Это просто как-то, я понимаю, что это прям не супер-топ-группа из на данный момент имеющихся, но у меня как-то вот со школы любовь сохранилась, и вот ничего не сделаешь. Ну, на самом деле, мне тоже очень тяжело, и по той причине, что музыку я не слушаю. Вот. Но если быть серьезным, то для меня всегда, наверное, на первом месте была группа Linkin Park, и, в принципе, таковой она у меня и остается на сей день. Даже до сих пор с дабстепом? Я в основном говорю про старые треки, хотя, тем не менее, я не хочу сказать, что новые говно. Нет, то есть они вполне слушабельные. Слушабельные. Вот. Также мне вполне нравятся 30 секунд до Марса, Cold Rain. Так я даже не знаю, что еще вспомнить, как я говорил, я не слушаю музыку. Поэтому пусть будет три. Я зарубежных вообще не перечисляла. Хотя, по сути, у меня есть профиль в Last.fm, и там вот друг за другом написано, что я слушаю, и кого предпочитаю больше, чем остальных. Джона Майера люблю, кстати. Да, Джон Майер, кто-то. Я прям вспомнила сейчас. Я задам, наверное, последний вопрос. Да, задай, потому что я как раз сейчас найду. Задай уже. А кто хоть спрашивает-то? Спрашивают люди. Это самый популярный вопрос, в принципе, на Ютубе. И самый, видимо, актуальный. Когда ты поблеешься? Нет. Нет, этого вопроса там, слава богу, не было. Куда постоянно уходило скрип во время предыдущего видеоответа? Расскажи нам. Скажу. В туалет. Нет, потому что у нас фотик отключается минут через 10 сам по себе, и у нас не было человека, который за этим бы следил. Мне приходилось туда-сюда ходить, чтобы проверять, отключился он или нет. Так все банально и неинтересно. Так банально и неинтересно. Давай. Я вот не помню, какого вопроса мы тогда закончили. Если вы что-то пишите с подвергаться как группой, почему. Вот, я не помню. Данил Тушканов. Мы отвечали на вопрос, до какого уровня игры нужно дотренироваться, чтобы с горбушкой сказать, я умею играть на гитаре. Вот. Данил Тушканов, собственно, спрашивает. До какого уровня. Вы знаете, ребят, лично мое мнение, ну, как бы, это, конечно, приходит с опытом, а в какой-то момент, там, много лет назад я думал, круто, я умею играть на гитаре. А потом в какой-то момент я понял, что я ни хрена не умею играть на гитаре. Вот. Это до бесконечности. И до какого бы уровня ты не дорос, ты все равно думаешь, что ты не умеешь играть на гитаре, абсолютно. Серьезно. То есть, ты дошел до какого-то уровня, и ты понимаешь, что ты вот это еще не можешь, это не можешь, и нужно к этому стремиться. Потом доходишь до того уровня, понимаешь, что это не можешь, и в итоге получается, что научиться идеально там играть сложновато. Ну, в принципе, я думаю, как бы, ну, мое личное мнение, в принципе, вот, если иметь настолько высокий уровень, как, вот, скажем, у Николая Стравинского, там, что человек 22 года занимается музыкой, три музыкальных заведения, то есть школа, училище и высшая академия, вот, то есть иметь настолько обширное и глубокое представление о музыке и такой опыт игры, вот, он, в принципе, может, позволю себе сказать, что да, я вот умею играть, а как бы... Ну да, он там и рядом не стоял. Да, а есть даже куча других известнейших гитаристов, крутых, классных гитаристов, которые реально не дотянут до такого уровня. Ну, тут действительно, прям, до бесконечности. Мне кажется, не стоит прямо говорить, что вот, пипец, пипец, я не умею играть на гитаре. Нет, ну, не до такого степени, конечно. Просто, просто, суть в том, что, как бы, музыканты-то умеют играть на гитаре, другое дело, что всем всегда есть к чему стремиться. Хорошо, если... Вот в чём дело, есть к чему совершенствоваться. В принципе, в принципе, я бы, как бы, от себя лично, я думаю, с Крюбом согласится, подвёл бы вот такую черту, чтобы, как бы, считать себя уже на каком-то, в принципе, уровне, достаточно уметь играть максимально чисто и ровно. В таком случае уже можно, как бы, считать. То есть можно, там, те же самые три аккорда играть, но играть их настолько ровно и чисто, что, да, что это звучит. Ну, допустим. Данир Сайдулин спрашивает, не думали вы бы выпустить книгу или небольшой фильм о своих разборах, о игре и о своём творчестве? Куда бы вошли этапы, интересные сюжеты, истории развития проекта, история каждого, кто и... И как пришёл к этому проекту, насколько и на каких музыкальных инструментах каждый из вас умеет играть? Это как тикс, прям. Вы знаете, ну, как бы, мне кажется, это было бы круто, и мы бы это сделали, там, через несколько лет, имея реально большую публику, которой это будет интересно. То есть, там, не 5-10 тысяч человек, которым реально интересно посмотреть, это будет, а, там, допустим, 50-100 тысяч и выше. То есть, в таком случае, да, может быть, можно было бы, как-то в какой-то момент заморочиться, взять небольшой отпуск, там, на два месяца, и заняться чисто вот, создадим такого проекта. Ну, явно не скоро. Если мы так вообще сделаем, то явно не скоро. Ну, книгу я не думаю, я не собираюсь писать книгу. Может, ты напиши книгу? Я потихонечку. А мы с ними снимем каждый день по словам. У тебя, и так, у меня вопрос, там всё? Да. Следующий вопрос тоже от Даниэра Сайдулина. Как вы думаете, какие самые сложные песни вы разобрали на данный момент, и какие композиции самые сложные в плане техники для Томаса вообще? Для меня, да их сотни, вы издеваетесь, тысячи, миллионы композиции для меня сложные. Из которых мы разобрали, это Фингерстайл. Да, Фингерстайл, наверное, самый сложный. Если не брать в расчёт Фингерстайл, то, наверное, на моей памяти, по крайней мере, действительно сложная композиция, Майл Мори. Потому что она сделана в классической гитаре. И, в принципе, я бы отнёс Сторио Зе, Антил Зе Дай Дай, акустическую версию, потому что она достаточно технична по сравнению со всякими нервами. Три секунды Марса, три акварины. Да, то есть, как бы мы обычно попадались с такими недовольно сложными, вот она, в принципе, такая, достаточно технична. Хотя, самые сложные впереди, конечно же. Как же без этого? Данила Тушканов спрашивает, а вы не думали диск с разборами выпустить, или это на данном этапе развитие только убытки принесёт? Лично я бы купил. Чё выпустить? Диск с разборами. Да ну, по-моему, это надо. Ну, диск с разборами, да. У нас Ютуб есть, зайди, смотри. Да, немножко странно. Мы же не будем, как, извините меня, я гитарист, выпускать DVD, где там, я не знаю, для чего это нужно было вообще выпускать DVD. Да, где за их деньги рассказано то, что есть, не знаю, чуть ли не в каждом обучающем видео на Ютубе, на каждом сайте. Понимаю, что кто-то покупал. Ну, покупая, ну, бывает, что. Ребят, гуглите, всё там есть. Данил Тушкало спрашивает, не планируется ли ещё какие-нибудь конкурсы, типа конкурсы камер на годовщину Моники? Уже. Не планируется ли у нас какие-нибудь конкурсы? Нет, на самом деле, да. Я даже не знаю. Уже есть. Уже есть, уже идёт, уже на данный момент, на тот момент, когда мы снимаем это видео, потому что мы не знаем точно, когда мы его выложим, через два дня или через неделю. Вот, это уже есть три конкурсные работы. И через неделю, если даже мы выложим, то конкурс всё равно идёт. Да, до 20 января будет приёма работ. Очень пипец, конечно. Данил Сайдулин спрашивает, как очистить от пыли внутреннюю часть корпуса гитары и влияет ли это пыль на звук? Могу сказать точно, что пыль, конечно же, влияет. Как очистить гитару? Вот, честно говоря, никогда с таким не сталкивался. Я знаю, что есть реальный смысл покупать увлажнитель для гитары и увлажнять. Но как бы если гитара стоящая, если это какой-то совсем-совсем уж бюджетный вариант, то это роль особо не сыграет, потому что там, в любом случае, фанера, а не дерево, и как бы толку не будет. На самом деле, ты меня сейчас напомнил Сергея Зверева. Он тоже постоянно предлагает увлажнять, только свисток. Ты такой, ну, увлажните гитару. Он нам увлажнит свисток. Вы чем-то спокойны. Вот так кашлите. Ещё осталось тебе только в блондина покраситься. Ну, совсем скоро. Давай, продолжай. Я вообще Даня не хочу слушать даже. Я, в принципе, думаю, что если гитаристы потирают внутреннюю часть корпуса, это делается очень просто при смене струн берёшь руку с тряпкой и всё. Скорее всего. Да, я не думаю, что есть какой-то особый способ. Ну, а так увлажнительный. Опять-таки, Данир Сайдулин. Данир, хватит. Данир. Остановись. А? Данир. Данир. Данир, хватит. Когда будет материал по изучению нот? Ребят, будет. Планирую, у нас есть это. В идеях просто очень трудно такой материал, скажем так, скомпоновать, структурировать. Ну, на самом деле ноты это, на самом деле, это такая сложная часть, я бы сказала. Да, к тому же, когда мы это запустим, это будет не только ноты, но и программа. Это будет какая-то теория, сольфеджио, основа. То есть, как это, что, и с чем. Я зашёл на страницу Артёма Корнова. Зачем? Бывает. Потому что он задал вопрос. Потому что как раз следующий вопрос от него, да. Играли ли когда-нибудь на Арбате или за деньги? На Арбате или за деньги? Я играла на ВДНХ. Просто так. Это было, я не знаю, сколько лет назад. Мы просто сидели с ребятами, играя не за деньги. Я играл именно на Арбате. Деньги я играла в клубе. В клубе мы играли за деньги. Ты продалась. Ну, нет, в клубе, в клубе тоже играли. Мы играли свою музыку. Ты продалась. Ну, там как за деньги, там было. Ну, просто, что это было. Часть из билетов, кто на тебя пришёл, ты как, включаешь, там. Нет, там у нас был прям гонорар, то есть, определённая сумма. На Арбате я играл, это было очень давно, я участвовал в ряльте-шоу, и меня заставили было задание, что я должен был слепой играть, и при этом зазывать народа. Это долгая история, не суть важна. Следующий вопрос опять-таки от него же, рубрика BBB, WWW, закончилось существование, или можно ждать чего-нибудь новенького? Нет, Даня, закончилось существование, просто нет времени. Даже идей нет, что туда нужно. Да, идей-то есть. Да? Конечно, до хрена. У меня нет, я там и не участвую. У меня есть, до хрена идея, но, как бы, реально, просто, как-то, до этого руки не доходят. Давай дальше. Опять Даня Расайдулин спрашивает. Он там дальше, ого, какой накатал, я вижу. Будет видос по нестандартным строям гитары. А нужно ли это, вообще, на самом-то деле, нестандартный строй гитары? Потому что... Ну, для новичков это точно не нужно. Потому что они нестандартные, в принципе. А для тех уже, кто профессионально занимается гитарой, они сами... Они сами все могут сделать, да, сами. Да, потому что, как бы, по-хорошему, нестандартный строй гитары, что, ну, естественно, там, дроп-ре, это нестандартный, или, там, упустить на полтора тонна гитару, чтобы... А как Энди Макинди, так это нужно уметь играть, как Энди Макинди. Да, то есть, понимаете, там, в случае Энди Макинди, стандартный строй сделан для чего? Из-за того, что не уйдет определенная композиция фингерстайла, и для удобства, именно данной, не знаю, как гаммы, из-за звукоряда, который у него идет, ему необходимо, чтобы, допустим, эта струна была на то ниже, и эта была, наоборот, на полу тонну выше, чтобы ему это будет максимальный дом. У него гитара такая. То есть, да, это чисто индивидуальный такой подход, как бы, не стоит брать строить его этой песни, там, считать, что это какой-то определенный строй на нем учит играть. Да, это чисто под композицию сделан. Да, это прям. Сергей Макин спрашивает, каким гитарным фирмам он даете предпочтение? Давай, дайте. Ну, что ж такое? Ну, когда уже пойдут вопросы, там, что-нибудь? Офигачай. Ты палил, значит, вопросы, да? Я палил? Да. Нет, я, наоборот, говорю, то, что, может быть, уже начнут нормальные вопросы задавать. Я предпочитаю, чтобы предпочитать конкретно что-то, нужно на всем поиграть, как-то оценить инструмент. Я играла не на всем, не могу ничего сказать, но я хочу себе Fender, Gibbs и Taylor. Это одна гитара, Fender, Gibson, Taylor. Такая вот, как я... Акустическая, определенно, Taylor, потому что, ну, блин, определенно просто. Ну, Taylor, да, это топ фирмы прям по акустике, конечно, это прям фирма. Ну, да, вся фирма играет, блин, на Taylor. Да. Ну, у меня среди акустика тоже Taylor, а вот как бы среди электрогитары, ну, отдаю... Я почему-то не люблю Ibanez, не знаю, почему, но не нравится мне. А Fender, я... Там будет вопрос про Ibanez? Я люблю, как бы, звучание Fender, но я вот, мне мешает ручка громкости, потому что это не профессионально, но она меня напрягает. Поэтому, естественно, гипсом, и в плане звука, и в плане игры, и всего. У меня первая была Ibanez как раз. Ibanez. Бывает иногда. Не надо. Опять-таки, Донир Сайдулин спрашивает. Какие приспособления, аксессуары и прочие дополнения, помимо медиатора, тюнеров, каподастеров и даже чехлок, есть для гитары, либо для хранения гитары? Например, видел, как в кавере «На моем море» Томас играл смычком для скрипки. Интересно, как это. Также слышал, что можно играть на гитаре карандашом. Какие еще фишки есть, помимо приспособления рук и пальцев? Карандашом – это уже извращение, на самом деле. А, ну, да, нет, я думаю, карандашом – это извращенный вариант, потому что есть такая техника в каком-то кантри, либо в блюзе, не вспомнил сколько, но есть такая тема «играть ложкой». Была такая тема, которая мне супер распространена, но это и есть. Есть слайд, то есть такая насадка на палец, металлическая или стеклянная, которая позволяет, не сжимая струны, скользить по ним, и прям, то есть, надо определенный звук. Не знаю. Есть вообще техника игры в блюзе, когда гитара лежит. Прямо именно лежит, и прям со слайдом она вот так вот играется. Когти. Что там еще у нас есть? Когти, да? Когти. Ну, именно конкретно, именно для игры. Да. То есть, не для ухода за гитарой, или для ухода за гитарой тоже всякие что-то? Для ухода за гитарой полно всяких штук, там всякие полироли, смази. 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 Ну, я не хотел сказать, смази. Ну, я не хотел сказать, смази. Я решил попробовать. Я когда-то где-то видел, что чувак на ютубе в каком-то там трио играл с мячком, было круто. Ты не слишком тихо говоришь, я боюсь. Нет, нет, нормально. Здесь тишина голова, потому что пустой помещение. Дальше. Артем Кортов опять. Артем Кортов, да. Как в одной стихотворчеству Высоцкого, куда пропала белая шапка Томса? Сначала про Высоцкого, пусть Денчик, а то он что-то молчит, молчит, ждёт. Да я уже устал молчать. Давай про Высоцкого. Высоцкий. Спасибо, что живой. Спасибо, спасибо, что живой. Нет, на самом деле, ну, как можно по-другому относиться к творчеству Высоцкого, как исключительно положительно. Да, как бы это человек, который действительно повлиял на развитие российской культуры, наверное, в целом. То есть не только музыки, да, 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 не только музыки, но в принципе в целом. Поэтому я лично отношусь к его творчеству отлично. Про шапку Томаса, как бы, что я могу сказать? Ну, ты хрен её знает. Может, я скажу про Высоцкого? Да, про шапку, скажи, что я про Высоцкого сказал. Про Высоцкого это ты сказал, я вот не сказала про Высоцкого. Давай. Мне нравятся некоторые композиции, мне очень нравятся его стихи, именно. Да, стихи Высоцкого. Очень крутые. Мне не нравится фильм про Высоцкого. Сериал про Высоцкого я не смотрела, который по первому каналу. Сериал про Высоцкого? Сериал, это тот же самый фильм, просто, видимо, режиссёрская версия. На неделю, то есть 4 серии по часу может быть. Да. Вот. Чё я могу сказать про Высоцкого? Всё. Песенка «Переселение душ» моя самая любимая у него. Ну, я плохо, естественно, к Высоцкому не отношусь, ни в коем мере. Я не скажу, что я прям, действительно, прям близко знаком с Высоцким, то есть я знаком, как бы, да. Хотя бы иди бороду. Стихи у него крутые, в плане музыки, как бы, у него хорошие песни, но я вот просто не совсем прям поклонник бардовой, бардового исполнения. Вот, моя шапка с ней, всё в порядке, она между дома, просто в Москве, если на данный момент, недостаточно холодно, по крайней мере, по мне, чтобы прям нацепить шапку. Поэтому носишь кепку. Поэтому ношу кепку, да. Немножко зарос, поэтому укладываться тяжело, стараюсь носить кепку. Следующий вопрос от Андрея Придейна. Напиши, как правильно читается твоя фамилия, чтобы в следующий раз. Если это вообще фамилия, конечно. Если это вообще фамилия, да. Почему люди... Вы все отпустили. Мы не отпустили, я не знаю, я не слышу. Если это вообще твоя фамилия. Может, это вообще фамилия. Давай. У тебя, может, подумать, фамилия Райс. Райс. Ага. Почему люди не люди не ложатся спать вовремя, или как разбогатеть? Вот, я думаю, Дэн нам очень подробно расскажет. Почему люди не ложатся вовремя? И как разбогатеть? На самом деле, почему не ложатся вовремя, я с этим знаком, скажем так, не понаслышке, потому что я вообще вовремя не ложусь. Он тоже чашет Бога. Я задумался. Да. Вот, потому что, в принципе, у меня нет какого-то даже понятия, как вовремя я ложусь спать тогда, когда у меня есть возможность. То есть, как бы, если у меня занят день, я ложусь спать ночью, если у меня занята ночь, я ложусь спать днём. У тебя ночь никогда не занята? У меня ночь часто занята. Чем? Ну, разными делами. Я могу чесать бороду. Могу чесать бороду ночью. Я тут ночью занимаюсь. Могу не чесать бороду. То есть, как бы, вариантов много. Их просто-просто не стану перечислять, потому что... Учитывая, что мы видели в его компьютере. Да. Вот. Как разбогатеть? В принципе, тоже всё просто. Как бы... Берёшь и богатеть. Берёшь и богатеть. Бланально. Какая разница-то? Какие вопросы? Я думаю, исчерпывающие ответы. Да. Не требует этих дополнений. Давайте дальше. Я только подумала. Даник Сайдулин опять. Даник, сколько ты вопросов уже присылал? Слышь, Мак. Молодец. Неплохо бы... Молодец. 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 Давай. Неплохо бы сделать видео на тему фингерстайла и других гитарных направлений. Ну, уже было. И будет ли обучение техники свип? Когда это было? Про фингерстайл мы уже чуть-чуть огласили. Ну, мы просто сделаем два разбора по фингерстайлу. Как Б. Вообще, мы думаем об этом. По фингерстайлу. Это нужно определённый человек, который конкретно фингерстайлом занимается. Ну, я так думаю. А ты как думаешь? Я так думаю, фингерстайл. Я просто там увидел. Какой вопрос. И будет ли обучение техники свип? Ну, почему бы нет. Наверное, будет. Да, то есть, как бы мы планируем, помните, мы планируем. Со временем не хватает на всё это. Да, у нас раньше были большие проблемы со временем, сейчас как бы со временем всё полегче, но... Тем не менее, всё равно не хватает. Тем не менее, стартовало очень много новых проектов, которые, да, мы сейчас реализовываем. Да, нас всего трое. Да. Собственно, мы всем разнимаемся. Трое. Денис Яров спрашивает опять про историю татуировок. Да, я, кстати, в прошлый раз забыл показать ещё одну татуировку, у меня здесь крыло. Вот, ну, историю татуировок я говорил, как бы, то есть, более подробно, и не знаю, это будет долго, на самом деле, я буду рассказывать. Ну, в принципе, мы снимем отдельное видео, где там расскажешь про все свои татуировки и про эзотерику поговорим. Если нужно такое, пишите тату плюс один. И пусть скрипу тоже он скажет про свою татуировку. Да. Которую у меня нет. Есть, у меня татуировка. Просто она в таком месте, что она не распространяется. Что ты несёшь? У меня нет татуировок. Успокойся, в конце концов. Она в таком месте, что не распространяется. То есть твоя татуировка находится в таком месте, и она не способна распространяться по другим местам. Евгений Якимов спрашивает, почему Денчик не смог? Я могу ответить, если он позволит, я отвечу. Почему там стоит хэштег Денчик, потому что он не смог, Денчик не смог. Давайте мы не будем распространяться на тему, почему я не смог. Может, всё-таки... Если без имён. Я просто... Дважды. Нет, давайте без всяких. В общем, Денчик, я про тебя имела в виду. Давай расскажем красивую историю про мальчика. Что? Его звали Максим. Ладно, в общем, опустим этот вопрос, потому что Денчик просто не смог и... Просто не смог, но когда-нибудь может быть смогу. Пишите мне баланс, я расскажу. Иди в жопу, блядь, со своей баланс. Нет, я шучу, конечно. Давайте. Сергей Гавриленко спрашивает, будут ли разборы песен групп известных в узких кругах, типа Эскеледрайв или Роккей Леон. Ну, ты прав, я таких групп не знаю. Роккей Леон, ты чё? Роккей Леон, да, ты офигел, что играет. А, Роккей Леон, господи, я думаю, что за группы я думаю группу Роккей Леон. Нет, Роккей Леон я, конечно, знаю. А чего разбирать, то он просто играет на укулеле аккорды. Да. Ну, мы можем, конечно, показать эти аккорды, но в принципе это всё есть в интернете. Я думаю, проще снять видео с аккордами по укулеле, вообще какие там аккорды, как-то всё делать. У нас есть такой план, как видео мы это делаем. Вот. А малоизвестные группы, ну, вообще, да, просто когда мы натыкаемся на что-то стоит... Подожди, 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 подожди. Нет, нет, дай, дождись, всё. Вот. Когда мы видим что-то интересное, мы всё-таки стараемся это разобрать. Вообще, очень, на самом деле, правда, очень тяжело. Очень тяжело отбирать песни на разбор, потому что хочется всем угодить и на всё не успеваешь. К тому же, вы видели у нас на сайте через каждую песню в топе Нойз. Ой, если убрать Нойз, там, наверное, не знаю, будет хорошо. Вот, Ваня придёт в гости, путь сам и разбираетесь. Вот, жвачку, да, свою новую версию. Андрей Атришка спрашивает, ребят, как вы относитесь к курению, алкоголику? Кто-то из вас. Мы уже отвечали, я думаю, в том дублирую вопрос. Назови её. Наташа Скрипник спрашивается, как Дан Дан бобреется. Наташа Скрипник. А кто ты знаешь, что это она? Может быть, другая. Может, тёзка? Одну помню. Ну, как бы тёзки, они все как-то связаны всё равно. Стрела в атаку просто. Стрела в атаку. Ну, так вот, Наташа Скрипник. Угу. Я слушаю, да. Давай я отвечу тебе туда. Да, ответь. Да, Наташа Скрипник. Как минимум, пока идёт небритябрит, Дан не побреется. Да, небритябрит. Вот. Возможно, Дан думает о том, чтобы и небриться дальше, но это, не знаю, это пока сложно. Вот это интересно. Ты хочешь играть Деда Мороза на лугле? Нет, ну, не настолько небритябрит, не настолько, вы что? Давайте. Томас Бернс. Прикольно. Спрашивает. Скрип, у меня тоже вопрос. Следующий вопрос. Серьёзно, это следующее сообщение уже. Расскажите все трое свою биографию. Скрип, у меня тот же вопрос. А, у меня, а, у меня, а, скрип, у меня тот же вопрос про не бреется, когда побреешь. Уже отвечено. Расскажите все свою биографию. Ну, в общем, 8 августа 88-го года, я не помню, в точное время, я появился. На свет. На свет, да. Успокойся. У нас на сайте есть маленькая биография о каждом. Можно зайти и прочитать. Там кратко, я сейчас подробно всё это. А ты куда ушел? Ну, сейчас подробно всё это, потому что... Не, иди, возвращайся, какой? Это вы что, обалдели, что ли, сейчас всю биографию? Нет, не, ну, серьёзно, да, там, поместная небольшая биография, а, ну, может быть, когда-то, ну, добавим туда что-то пообширное, так это действительно долго. Это можно отдельное, прям, видео снимать про каждого. Оля Репитина-Максаева, видимо, вышел замуж, пишет, почему Томас теперь носит кепки, а не шапку? Потому что зима ещё не наступила. Потому что раньше... Как там в этом, в игре представлено, зима наступила? Зима близко. А, зима близко. Зима близко. Это почему я раньше шапку носил? Потому что у меня кепки-то не было. А теперь у меня кепка-то есть, и вот я теперь кепку наступил. Но Моника продвигается, вы чувствуете, да? Он заработал на кепке, он может себе позволить. Между прочим, Репки, он... Это тебе... Между прочим... Не абибас, Репки. Ещё один час монтировать, сколько можно? Чей был Стюи? Ничейный. Стюи был местный. Мы его там нашли. Местный паренёк, да, мы его нашли, и он согласился как бы сняться в нашем видео. Это, соответственно, вопрос тоже о Томику. Да. Александра Иванова спрашивает, ребята, какого? Иванова. 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 У меня туго с фамилиями. Ребята, а какое у вас образование, где вы учились или уже закончили? У меня незаконченное выше. Поддерживаю. Можно сказать, что я его закончила, но я не получила диплом. От собственного желания. Там долгая история, я в этом участвовал. Да, там очень долгая история. Ты помог ей не получить диплом? Да, конечно. О, блюдок. Смотрите вот в его глаза. Я сам не получил диплом, поэтому еще у меня не будет, а он не будет. Да сейчас. Но у меня экономическая незаконченная. У нас эмансипация. Экономическая. 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 У меня я получился на факультете рекламы. У меня было обширное такое представление рекламы. Никакой тушкой профиль, да. Я внезапно после карты вот так вот. Я вообще-то не закончил, а я учился на факультете рекламы, да, я тоже не закончил. Было круто, здорово, весело, я что-то для себя освоил. Но у меня свои личные отношения к большему образованию. У меня тоже не очень хорошие большему образованию отношения. Вообще никто не работает по специальности, серьезно, я не знаю таких людей. Это за редким исключением, на самом деле. Ты не работаешь по специальности. Мы пытались, чтобы ты работал по специальности, и ты не смог. Это не тот случай, нет. Это не тот случай. Там все было круто. Ну, как сказать, это моя вторичная специальность. Хорошо, давай расскажи. Моя первичная специальность, по которой... Расскажи про себя. Ну, собственно, этот ублюдок мне не помешал получить диплом, в отличие, как он помешал скрипе. А, собственно, что я могу сказать? Я кончил мугуки по специальности вокал. То есть, в принципе, я вокалист, да. То есть, как бы, и в принципе, по этой специальности я, в принципе, работаю. Вторичная моя специальность – это педагог. Но, тем не менее, преподавать я не умею и не стремлюсь, собственно. Поэтому вы и не видите уроков по вокалу. Много заработали. На Zoom хватило. С нашими долями. Следующий вопрос. Что за глупостью сейчас была, реально? Значит, это все равно сказать, что... Евгений Егимов. Моника – это не работа. Вот давай, вот ты относишься, видимо, к тем людям, которые говорят, что Моника – это не работа. Нет, я отношусь к тем людям, что Моника – это работа, но... Ну и... Я отношусь к тем людям, которые получают крайне мало денег за это работа. И что? Тем не менее, это работа. Давайте не будем обойтись. Давай. Евгений Егимов спрашивает, какой жанр фильмов предпочитаете и почему? Это надолго. Я люблю ужасы. Ужасы? Я люблю очень глубокие фильмы. Прям вот... Типа «Мистер Никто». Да, «Мистер Никто», «Мирный воин», там вот, куда приводят мечты. «Семь лет в Тибете». Очень... «Семь жизней» и... Да, да. Вот все вот эти топовские крутые фильмы я очень люблю. Вот, да, я вот самому люблю вот именно такие глубокие какие-то эзотерические даже фильмы. То есть, где ты прям смотришь, ну, и что... Вот тут... «Снег и пепел». «Снег и пепел», да, крутой фильм. Ну, не каждый, вообще не каждый. Вот, из последних, что меня реально впечатлило, это «Обучный атом». Да, то есть... Я даже купила книгу, но я начала читать, ни черта не поняла. Ни черта не поняла, могу тебе дать. Да, ни впечатли. То, что она очень тяжело читается на самом деле. Давай, Даня, какие аниме ты любишь? Чего? Аниме! Я люблю аниме полнометра. Как его? «Хаяло Мирадзаки». Мирадзаки, да, обалденный аниме, конечно. Да. Ну. Я просто, как бы, ну, типа, скрипт дашь мне почитать? Она такая, ну, я ничего не поняла, но могу тебе дать. Вот так вот выясняется, однако, среди выпусков. Да, ну ты везде найдешь. Давай уже. Ладно. А, ну что, фильмы я... Ну, не надо, не смотрю. Фильмы я не смотрю. Только порно. Только порно. Что? Не, ну, на самом деле, да, я смотрю фильмы и порно, в том числе, и аниме. А самый любимый вид фильмов и порно, это... Хентай. Ужастик. Ужастик, на самом деле, люблю больше всего. Я еще очень люблю фильм «Матрица». Он как фантастика считается, но очень глубокий смысл, на самом деле. Да. С его помощью я поняла этот смысл. Мы с ним... Мы вместе просто очень много темы переобщались, потом пересмотрели этот фильм. И уже заткнулся снова. Марк Кардинал. Если это была реальная фамилия, то круто. Если я правильно понимаю, то вы в настоящее время учитесь в вузах, нет? Нет. Хотелось бы поинтересоваться на какие специальности? Экономическое менеджменты. Реклама. Педагог вокала. Вокалист. Вокалист, да. Давай дальше. У тебя в дипломе что написано? Вокалист? Или педагог. Я не помню, что у меня написано в дипломе. Суть в том, что изначально первой позиции связаны именно с тем, что я пою. То есть именно вокалист. По-моему, так и написано. Вокалист. Причем эстрадный вокалист. Более того, эстрадный вокалист. И уже после, в самом конце, у меня стоит то, что я педагог. Потому что действительно у меня и по обучению это было вторично. И я говорю, я при обучении особо этому как бы внимания не уделял. Денчик кончил. Владимир Цепнята спрашивает, как зовут темного, в кавычках, брата Денчика, и есть ли у вас дорогой Том и не менее дорогая Скриппа старшие братья или сестры? Ден тоже может ответить. Если хочет. На вопрос. То есть, как бы, про брата и сестер только вам. А тебе про брата черного. А мне про брата, не, ну про брата черного, как бы. Черный брат. Черный брат. Следит за тобой. Я хочу отпушить. Кстати, очень, я тоже хочу. Расскажи, почему черного брата. Очень странно, кстати, было бы, если бы у меня был черный брат, да, я весь такой бледный, как бы, да, это было бы очень странно, что он считал, хотя... Там брат по крови, брат в сейфе, как там, как там? Да был трагом. Не, не, как раз. Ваш разделили, дали пополнике медальона, и вы нашли тут логу спустя 20. Нет, как же это называлось, подожди, брат, брат по... В общем, у меня старшего брата нет, у меня есть младший брат, его зовут Кирилл. Печально, а то, что не можешь вспомнить длинное имя брата. Нет, я думал, озвучит, не озвучит. Вот, он на 15 лет младше меня, ему 10. Тяжело тебе живется. Да. У меня нету старших сестер и братьев, у меня есть младший двоюродный брат и куча троюродных, просто куча. Всё? А следующая обращает... Оооо! Поехал! Я думал, ты повис, что... Нет, на самом деле, как зовут моего черного брата, его тоже зовут Денчик, все просто, все банально, нас же должны с ним как-то путать, да? Просто Денчик 2, как Руди 2, так и Денчик 2. Денчик 2, да, Руди 2, Денчик 2. И, в принципе, у меня есть еще два младших брата, да, они не черные, они маленькие одного, по-моему, сейчас. А, я сейчас вспомнила, что у меня есть одна сводная сестра, я просто ее никогда не видела, она младше меня намного. Нет, таких-то у меня дофига сестерок, братья. Сводных? Два юрбана, нет, а сводных. И тех, которых он не знает. Ох, его папаня-то был! У меня есть сводная сестра, еще я вспомнила. Он не знает о многих своих сестрах и братьях, именно по этой причине. А у меня, да, у меня есть два младших брата, одному, по-моему, сейчас 9, другому что-то в районе годика, в общем, мелкие, очень, очень мелкие, да. Понятно, круто. Да, задумаю. Да. Вопрос на самом конце, к концу потихонечку? Андрей Милюк спрашивает, пожалуйста, сделайте полный разбор слэпа со всеми ошибками и правилами. Как обычно, мы отвечаем на это «да». Да. 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 Да, я отвечаю. Да. Адамомар Харитонов. Интересно, не? Адамомар? Адамомар. Прикольно. Харитонов. Спрашивает, куда пропала Инна? Я думаю, логично, что ответит Денчер. В чем долбанная логика, расскажи. Не рассказывай. Давай я отвечу. Я отвечу. Я могу ответить. Не надо, туда картина сломается. Да нет, она, в общем, уезжает в Америку, насколько я знаю, скоро. Планета. На совсем. Да, она каким-то чудом выиграла Глинкард, мы ее, конечно, в глаза не видели, но она об этом у меня. Но она фотографировала в Инстаграм. Глинка? Ну, как бы, да. Чего Глинкард попустил. Вот, и, в общем, она сваливает в Америку, и поэтому... Поэтому она пропала. Да. Поэтому она пропала. Так что поздравьте ее, можете в ВЛС ей написать, что Америка это круто. Ба-ба-ба. Антон Кравченко спрашивает, всем известная фирма Ибанез, но многие по-разному произносят название этой фирмы. Как же все-таки правильно? Ибанез. Ибанез, 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 Айбанез, 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 Айбанез. Короче, сколько вариантов, я уже слышал, аж слух режет, так как сам лично говорю Айбанез. Нет ни одного правильно, потому что еще раз говорю, Ибанец. Ибанец. Вась, ты знаешь, как произносится правильная фирма гитара Банез? Я думал, ты сказал правильно. Ибанез? Айбанез. Айбанез? Айбанез, да? Нет. Ибанез. Айбанез. Да, но это самое популярное. Ну, нет, просто, как бы, вот, допустим, тарелки Зильджан правильно произносили Зильджан. А, это же Арменин. Ну, это просто логично получается, да. Окончание, Волгарине на окончании, да. Это Армянская фирма? Да, да, да. Ибанез. Идзильджан, Армянская фирма? А тебе по названию не слышно, нет? Это был Арменин, который еще в 19 веке, кажется, делал тарелок. Он набирал в Штаты, где-то в начале 20-го, я не знаю. Ну, и на самом деле, Ибанез, это один из них только лет. Отличный, да, я вот это один из них. Круто. Вася шарит. Ну. Ну, твое мнение. Я думаю, что Ибанез пусть будет. Ну, вообще, Ибанез. Ибанез, да, я, да, слышал только Ибанез. И Мария Григулевич. Наконец-то к тебе вопрос. Григулевич, да, Григулевич, хорошо. Станклент к тебе. Да, это, кстати, та самая Мария, которая думает. Да, это та самая Мария, которая говорит. Привет. Мария, которая он думает. Ну, это, которую мы видели на выставке «Москва-Москва», которая администратор в другом парке гитарном, которая нам помогает делать репосты. Я уж подумал, что у тебя, что у тебя там за терочки. Зеленая дверь, что ли? Да. Скрип, давайте к ликуху зеленая дверь. Ну, я определяю только по зеленой двери. Она спрашивает, Дэн, готовится играть Деда Мороза на новогодних утнях? Кстати, что по новому, по полному году я потом расскажу, когда камера может сейчас. Сори. Хитрецкая какая, да, смотрите. Эндрюга. Ты так сказал. Эндрюга. Эндрюга. Ну, вы помните, да, по-моему, прекрасный предыдущий Новый год? Я не смогу. Этот Новый год будет таким же, скорее всего, и будет слишком тяжело играть Деда Мороза. Да, учитывая, что Дэнчик все-таки начал бухать. Да какой бухать, что ты мне клевещешь на меня? А кто до пяти утра сидел в баре, пил и курил кальяна? Во-первых, не пил, а просто курил. Начнем с этого. И сочинял стихи. Я поэт. Кстати, по поводу курения я еще против кальяна и вообще ненавижу его. Не, я вот, да, если говорить о курении, я люблю кальян. Представляете, как мне сложно с ним? Тебе сложно? Он меня постоянно пилит за то, что я курю. Я? Да. А что, я что ли себя пилю? Не кури мне в лицо, и все будет нормально. В общем, короче, кальян иногда это хорошо, это круто, это вкусненько, это замечательно. Вопрос был про Деда Мороза. Про Деда Мороза я, по-моему, достаточно ответил, и будет тяжело. Будет тяжело. Да. Запомним, да, что на Деде Морозе. На Деде Морозе. На Деде Морозе мы остановились. Да, ребят, пишите еще вопросы. В эту специальную тему. Да, мы прямо делаем специальные тему, где ответы, мы прямо все будем снимать, отвечать, все, что вам интересуют, рассказывают. Как оказалось, вам действительно это интересно. Мы, да, не думали, что он будет, мы думали, будет очень мало просмотров у вашего видео, а оказалось просмотров много и много отзывов, новых вопросов. То есть, это здорово, чтобы было вам интересно. Мы, естественно, для вас будем снимать такие видео. Ну, как всегда, там, инстаграмы, твиттеры, группы. Ребята, вас на первом канале уже больше 25 тысяч, на втором только три. Подпишитесь туда. Вы, как вы не понимаете, все интервью со звездами будут там. Emotions будет там. Там репортажи с концертов. Там крутой контент. Там все интересно. Реально клевый контент. Развлекательный. Так что подпишитесь туда. Это нужно. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо вам, что вы с нами. Мы вас очень любим. Мы для вас все это и делаем. Стараемся. То есть, естественно, без вас этого ничего бы не было. И не было бы такого стремления, желания, что-либо делать. Что-либо делать. Да. Потому что первый основополагающий момент, конечно, почему мы всем этим занимаемся и стараемся заниматься дальше. Делать все качественнее, профессиональнее. Делать новые варианты, рубрики. Вот сейчас, как видите, тусуемся со всякими музыкантами. Все это вот именно для вас. Да. То есть, сами для себя могут делать на своем мистере. Нам это вообще не уперлось. Ну, девочка, может, и не уперлась, но когда есть отдача, а это отдача в виде вас, то это всегда приятно. В общем, так вот. Что, я заклепался, вырубай!